Вот, блин, это старая шляпа моего отца. Ты думал, что я ничего сам не добьюсь, да? Ну знаешь что, папа, теперь ты один из игроков в моей игре. Ага. Привет, Виток здесь, это снова Смертельная вечеринка 2. Невозможно от неё отлипнуть, она уж слишком классная. Будем опять искать новые мини-игры, надеюсь, что они там ещё остались. Да и старые, в смысле, новые и старые. Ну вы поняли, те, которые появились во второй Смертельной вечеринке, тоже клёвые. Ну, по крайней мере, не приелись. Мне очень нравится зеркало, если честно. Прям вообще тащусь с него. Ладно, поехали. Сейчас что-нибудь ещё изобретём, увидём. Посмотрим. Согнали. И мне очень нравится вступление. Витёк и Меркойплей. Управляли скверным отелем, вплоть до его закрытия в... Фил Джу, печенькой Полейно. Убийцы Смертельной вечеринки по-прежнему на свободе. Сам Пеп, Алекс и Фантик. И далее штаны. Смертельная вечеринка 2. Подъём, просыпайтесь. Приготовьтесь умирать. Добро пожаловать в Смертельную вечеринку. Вы только что записались в игру Наск. И пока что 730 зрителей. Лишь один из вас останется в живых. Это было во всех новостях самым первым сюжетом. Поэтому я удивлён, что вы этого не ожидали. Ну что ж, вопрос первый. Как называется мультфильм 2007 года, в котором внук Умки со своими друзьями сражается с огромным Микки Мауса подобным роботом? Используйте своё устройство, чтобы ответить на вопрос. И вы тоже, зрители. Я не смотрел. Это что-то вот из... И по нашей решили срубить бабла на том, что все любят про Умку в мультик. Да, круто. Хорошо, ладно. Будем считать, что я не справился. Не правильно ты это, а? А, нет, я справился, извините. Извините, я справился. Я посозвучиваю. Умка и Элька. Остальные. Просто я подумал, Умка и Элька было бы прикольно. Ребят, извините. И вот ваши вещи. Добро пожаловать в комнату 105. Что ж, считайте это... Подарки. А у нас, по-моему, такого не было ещё. Мне, кстати, спрашивали, у тебя были подарки? Упрощайте свещания, которые демонстрируют всю драму жизни в моей семье. Выберите коробку и заберите подарок. Ах, эта комната пахнет странно. Фантик. Фантик, я не думаю, что здесь какая-то... Большая разница, какой подарок брать. Хватит раздумывать. Походил, Фантик отлетел. А, нет, успел. Ах, что такое шляпа? Вот, блин. Это старая шляпа моего отца. Ты думал, что я ничего сам не добьюсь, да? Ну, знаешь что, папа, теперь ты один из игроков в моей игре. Ты что это, что это, что это, что это? Кто победит? Он в шляпе. Кто сдохнет. Возможно, зрители. Очень интересно, а что дальше теперь с этим, с этой шляпой? Если вы еще не готовы, вы можете присоединиться к зрителям в любое время. Вообще без напряга. Что-то непонятное у нас папа появился. Попробуем еще один. В какой игре впервые появляется Валуиджи? Капец, вы что, издеваетесь? Я серию Марио вообще не знаю. Никаким образом. В Луидже это что-то типа Валежи, только в Луидже. Время почти вышло. Валерий и Луидже, да? Без понятия. Я выберу первый вариант. Вот это. А это второй, теннис какой-то. Прикиньте, в Марио есть еще теннис. Ха-ха, прикиньте, усталые, водопроводчики играют в теннис. И включая тебя, папа. Выхлопными трубами, нет, и трубопроводными трубами, этими гигантскими. Или этими ключами разводными. Салют, и снова добро пожаловать в комнату смерти. Давайте поиграем со страшными костями. Выбрасывайте столько раз, сколько захотите, чтобы увеличить свой счет. Это прикольно тоже. Я прикончу обладателя наименьшего счета. Но если кто-то наберет больше, чем 21, то именно он расстанется жизнью. И не забывайте. Если кто-то из них выбросит череп, то это добавит единицу к счету каждого. Это игра для тех, кто любит играть в Blackjack, но ненавидит использовать карты. У-у-у-у-у-у-у. 22. Черепа, кубики, всрывы, теперь это звучит увлекательно. Перестарался. а вас будут хитрее надо просто играть в это и в призрачном состоянии и град у вас продолжается все так же не прекращайте играть и тогда сможете украсть жизнь мне кажется что эта шляпа она теперь ему дают второй второй же типу папочка я не могу тебя убить что-нибудь такое скажет например мое предсказание сколько пешек у одного игрока в начале шахматной партии легкие вопросы пошли время почти вышло ведь у тебя секретная концовка будет если пацан со шляпы выиграет вот это но мы не собираемся специально тянуть его выиграешь так что если вы игре ту и что оставляет только тебя ну и как же без папы я хочу вам кое-что показать поздравляю вы все попали на мою раздачу лотерейных билетов чтобы выжить сотрите защитный слой в клетках и найдите 3 значит как же без папы если не остановитесь на этом я вас награжу заказать дополнительно найденный доллар не рекой ты попал просто попал но если попадется хотя бы один череп я сотру пас какая жесть он теперь его всегда будут в подвал пихать да приступайте к стирке фантику не испытывать свою удачу может быть довольно весело а я сделал ставку что никто не умрет мне тут тавку предложили сделать надеюсь проклятие миркой чё я могу сказать терпи выживай как можешь зато смотри ты правильно ответил плюс еще отсюда 300 баксов и ты быстрее можешь номера без риска та-та-та-та-та но надо были все знают что означает проигрышный билет заморожено Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Какая страна не делится на Штаты? В Австралии есть Штаты, кто знает? Время убегает. Кто выбрал? Вот это. Ну, у меня сразу как бы глаз на нее упал. Ой, папу забыли. Папу забыли. Не забываем про моего отца. Не забываем про моего отца. Блин, капец, как он его... Оп, татухи. Ребят, нам надо сделать так, чтобы отец победил. Сейчас опять маяки пойдут, или что? Мать, а... Мать, а... Ура, это новый я. Теперь голосуйте заслужил любимый дизайн. Ха-ха, батя. Ты должен изменьшить количеством голосов. Здорово. Голосуйте уже. Давайте, давайте, голосуйте, ребят. Зрители, не сидим. Я за батю проголосовал. Итак, что мы решили? Теперь я больше никогда не смогу пойти на пляж без майки. Большое спасибо. Я еще отомщу. Ха-ха. На пляж без майки. Хорошо. Хорошо. Слушай, у нас очень много живых. А вопрос уже пятый. Попробуем еще один. В какую настольную чертовщину с черными и белыми фишками так упорно играла моя двоюродная сестра Донна, что поехала крышей? Время почти вышло. Кто выбрал? Насколько я знаю, реверс с черно-белыми тоже фишками. Такая игрушка, по-моему, даже где-то в индусе была в каком-то. Честно, папа, мне все равно ответишь ли ты правильно или нет. Или где-то. Пора. Папа, пора. Папа, пора. Папа, выживай как можешь. Это должно быть легко. Правила? Выполните как можно больше правил до того, как время закончится. Все остальные тоже будут играть. А я что-то... Если кто-либо из них выполнит больше правил, чем ты, я убью тебя. О-о. Правила уже надевайся, поехали. Вам может так не показаться, но эта мини-игра абсолютно не похожа на математику. Время правил почти вышло. Что ж, теперь я зол на всех. Я специально папу не хотел предавать. Но правила там прикольные. Типа, не нажимаете на третью кнопку. Или не нажимаете на слово «самое длинное». Или еще что-то такое. Двигаемся дальше. Каким цветом светит фонарик с длиной волны в 700 нанометров? Время убегает. Кто выбрал вот это? Все-таки красным, да? Похоже, ты совершил ошибку, папа. Настало время последствий. Хе-хе-хе-хе. Давайте поиграем с моими маленькими игрушечными лифтами. Каждый сейчас должен выбрать лифт. Блин, какие-то новые игры пошли. Если вы выберете одну сторону, вы все выживете. Но если у нас будет неровная ситуация, я убью всех на более тяжелой стороне. Да давайте все в левый лифт. Давайте, общайтесь и угите о том, что вы будете делать. Все в левый, все в левый, мы тогда все выживем. Взглянем, на чью сторону вы перешли. Замечательно. Вы все выучили важный урок о командной работе. Ура! А-а-а, победа! Попробуем еще один. Кому из них не удавалось покорить Египет? Блин, а дайте вспомнить-то. Время почти вышло. Кто выбрал? Вот это! Блин, все-таки Чингиз. О-о-о-о-о, черт! Я вижу, ты ошибся, папа. Следуйте за мной. Я просто подумал... Чингиз вроде туда далеко ходил, куда-то. Только не диктант. Ой, нет, я не люблю диктант. Все, я сейчас садюсь. Я прочитаю вам письмо. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Все остальные тоже будут писать. Ну да, попробуем. Если у кого-то получится лучше, чем у тебя, ты сдохнешь. И письмо начинается сейчас. Владельцы собак. Каково это чувствовать безусловную любовь, несмотря на все ваши людские изъяны? Это наверняка приятно. Что вы думаете по необходимости убирать за псами? Я думаю, это самая лучшая часть. Время вышло. Теперь я посмотрю, что тут у нас. Быстро... И вот что у вас получилось. Но справился ли кто-нибудь лучше? Что ж, это провал. А зачем ты папу убил? Я могу удариться головой о печатную машинку и получить что-то лучше, чем это. Даже если ты мертв, это не значит, что шляпа исчезнет из игры. Прямо сейчас на твоем устройстве есть завещание, и у тебя есть пара секунд, чтобы заполнить его и завещать свое множество другому игроку. Прикиньте, шляпу передают. Быстро! Прикольно. Хорошие новости. Наш недавно скончавшийся игрок написал завещание. Он оставил свое заветное владение тебе. Как предусмотрительно. Так, прикольно, прикольно, прикольно. Двигаемся дальше. Шляпа какая-то. Мой дядя Джеффри решил сделать отопластику. Зачем? Я не знаю. Время почти вышло. Кто выбрал? Вот это. Конечно же первое. Я вспомнил слово отоларинголог. Ты застрял в моей ловушке, отец. Ото это уши, ларин, ларин всякие эти. Ларины это горло и так далее. Чаши. Всем, кто сейчас в безопасности, я выдаю по ампуле с ядом. О, чашки старые добрые. Выберите чашу, которую хотите отравить. Давай папаню отравим. Теперь ваш черед. Выберите чашу, из которой хотите выпить. Яд выполняет работу яд. Ням-ням. А теперь посмотрим, кто что выпил. Папа не убили. Кто-то заказывал яд с капелькой смерти. Ха-ха. Косяк, мне шляпа тебя подвела. Я еще убью тебя, батя. Я еще убью тебя, говорит батя. И пока ты умираешь, я хочу напомнить тебе, запомнить свое завещание. Так, у нас двое осталось. О, хорошо. У этого игрока тоже было завещание. И сейчас предмет уходит... Себе. У него две шляпы. Ха-ха-ха. Ха-ха, прикольно. Попробуем еще один. Даже это предусмотрение. Из этих территорий не является провинцией Канады. О, блин. А-а-а. Да понятно, что пуклы с двумя головами. Кто выбрал? Вот это. Но первые два я точно слышал. Все живые игроки ответили верно. Я отказываюсь признавать реальность, с которой ты прав, папа. Идем со мной. Ха-ха-ха. Капец, в любом случае. Давайте посмотрим, у кого есть экстрасенсорные способности. Напиши ответ, который подойдет к этой категории. Так. Один из первых десяти элементов в таблице Менделеева. Если твой ответ совпадет с чем-то другим, ты сдохнешь. Напишите свои ответы. Сейчас. Теперь посмотрим, есть ли совпадение. О, супер. Ты очень непредсказуем, и поэтому ты выживаешь. Мне интересно. Блин. Ха-ха. Капец, а, выжил. Держится своей шляпки, а. О, все. Ой, я забыл, что у меня зарезервирован столик в ресторане. Надо бы закругляться. Вы все проверили жизнестойкость, но сейчас выживет лишь один из вас. Надеюсь, вам не помешает немного водички. Только один из этих ключей откроет замок от вашего сосуда. Выберите прав... Вы должны найти ключ, который... Я на него ставил! Ой, я только что вспомнил, что у меня были кислородные баллоны. Ну что, папа у нас теперь первый идет. Интересно, как будет проходить вторая фаза? Будет ли он какие-то палки в колеса ему ставить или нет? Рад видеть тебя в живых, но сбежишь ли ты отсюда? Сейчас я дам первую категорию. Не содержит глютен. Выберите ответ, который подходит. Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ выберите свой шаг вперед. Ну ты что-то творишь, а? Каширис не содержит. Глютен это пшеница. Ну, выход был бы ближе, если б ответы были правильные. Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в отюночку? Ох, как наивно. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело, тогда именно он служит бежать выиграть. А батю он украдет, кстати? Может быть и шляпу украдет? И вот вопрос, который звучит для всех. И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. Я просто не знал, что такое горбы, поэтому на всякий случай выбрал. А не совсем близко, папа? Ядовитые растения. Это кто такие? Опунция какая-то. Жопунция. Так. Что-то папа, по-моему, сдулся. Тебя поймели, папа. Ха, какой комментарий. Играли против в Испании в одной восьмой финала чемпионата мира 2018. Да вы издеваетесь, это как-то так? Откуда я знаю, кто там играл? О, знаю. Я просто все три выбрал, у нас эти пожарные, все. О-оу, у вас проблемы. Это просто тьма. Погромче. Птицы из основного состава Angry Birds. Время почти вышло. Я только по цветам их знаю. Ну, две из трех, неплохо. Очередная кража жизни. Папа. Вырвался вперед. Теперь вы всего лишь в тени. Единицы системы Си. Ой, это легкий вопрос. Сейчас плюс три. Я тебе поддаюсь. Так. Десяти. Десятибуквенные слова. Это же легко. Просто слова посчитать надо. Опа. Продукты с высоким содержанием белка. Время почти вышло. Опять папа на первом месте. Я это не рассчитывал. Черт, 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 черт. Система человеческого организма. Возможно, что-то изменилось в биологии с последних лет. Нет, ничего не менялось. Так, теперь желтый. Смотри, на первом месте. Очередная кража жизни. Но сейчас выход загорится правильный. Не так быстро. Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. И теперь я добавляю третий вариант. Нет. Черт. Все ударились. А я мог сейчас выиграть. Я понял, что квадратично это не мышцы. И начал от... Ой. И начал отматывать. Галстучные узлы. Без понятия вообще. Время почти вышло. Я же нажал, брат. Нет, я бы выиграл сейчас. Нет, там везет. Родились в Южно-Африканской республике. Да кто же их знает, кто там родился в Южно-Африканской республике? Нет. Как он и бабай. Илон Маск, конечно же. Кто же еще? Я угадал. Зеленый выиграл. Оба. Зеленый. Илон Маск. Я мог дважды выиграть, но дважды я просто тупо не успевал нажать. Потому что если раньше ты просто нажимал и нажимал кнопочку отправить, то теперь ты нажимаешь, и она отправляет тут же запрос на сервер, что ты нажал эту кнопочку. И все остальное другое не работает в этот момент. Ты не можешь нажать ничего другое. Только когда запрос уйдет на сервер и вернется к тебе отдача, что типа сервер принял твой запрос, тебе дают нажимать следующие кнопки. Вчера, позавчера нормально работал, сегодня подтормаживает. И я сижу, у меня секунды тикают, а мне не дают нажать на следующую кнопку. Я хочу нажать на этот прад долбанный, и не могу на него нажать. Блин, капец. Я бы выиграл. Ну ладно. Папаню оставили в заточении. Ладно, давай новую. Запускай. Интересно, будет папочка в этой версии. Но это нужно, чтобы подарки были. Давай сразу в игру. Заруб очка. Да. Подъем, просыпайтесь. Приготовьтесь умирать. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Извините, мест нет, но есть смертельная викторина. Лишь один из вас останется в живых. Ох, столько всего нужно сделать, мне нужен отпуск от этого отпуска. Да хорош тебе отпуск, давай, меньше слов, больше дел. Итак, вопрос первый. Из какой части дерева добывают корицу? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Время почти вышло. Я выбрал из коры. Кто ответил правильно? Ну, типа, корица, кора. Ха-ха-ха, чё нет-то? Там был ещё корень. Остальные следуйте за мной. По-моему, просто кору так стирают, и она там... Добро пожаловать в комнату 113. Все не работают, извините. Ох, стена! Это я люблю. Стена веселая, кстати. Куда кидать сразу по рандому, эта фишка убегает туда, куда не хочешь. Будут находиться смертельные ячейки. Да, корица добывает зелень. Эй, вы, выберите ячейки, которые будут убивать. Ух, ух. Да начнутся игры. Сколько смёртышек-то. Выберите место, откуда будете бросать фишку. Так трудно предсказать, что произойдёт. Ой-ой-ой. Ну, рыбка, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Опасно. Опасно прыгаешь не туда. Приземлись в зону, иначе. Не вините меня, вините гравитацию. Вобога-гони, кричат в чате. Ну, улитки ещё за убийство дали, так нечестно. Не волнуйтесь. Ваша смерть не означает того, что вам можно выйти отсюда. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. Всё честно. И, кстати, зрители теперь полноценный игрок, и они могут выиграть эту чёртову игру. Только у нас, по-моему, ни разу они ничего не выигрывали. В любой момент можете присоединиться к зрителям. Только я не понял, а как они могут выиграть? Они больше денег должны собрать, или что? Я чуть не понимаю. Двигаемся дальше. Где находится старейший действующий университет в мире? Ну, гад. Ну, так, предположение. Время почти вышло. Я выбрал Великобританию. Кто выбрал? Вот это. О-па-ча. Остальные игроки, которые ещё живы, я хочу вам кое-что показать. В Марокко. Па-да-па-ра-па. Пиу. И вновь мы в комнате смерти. О-да, больше кубиков. Череп и кости. Выбрасывайте столько раз, сколько захотите, чтобы увеличить свой счёт. Я прикончу обладателя наименьшего счёта, но если кто-то наберёт больше, чем 21, то именно он расстанется жизнью. И не забывайте, если кто-то из них выбросит череп, то это добавит единицу к счёту каждого. Увидеть череп на кубике довольно страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну мне уже нельзя бросать. Время почти вышло. Не нравится мне этот низкий счёт. Фух. Ого, в фига с электричеством, такого не видел. Сладкая парочка. Законтачила. Плошарами Кантары. Третий этаж. Попробуем ещё один. Иногда бывает такое, что смотришь на фотографии, возникает невероятно сильное желание побывать в том месте. Увидеть там всё своими глазами. Потрогать. Почувствовать. А говорят зрители в финальном раунде играют, что правда. Где находится то самое место с обоев безмятежность на Windows XP. Слушай, а я где-то... Я знаю. Я где-то-то читал. Время почти вышло. Зрители играют в финале. То есть в финале, когда мы там отмечаем первый, второй, третий вариант... Вот это. Какое Калифорния? В Новой Зеландии же было. Идите вот в задницу, меня обманули. Тьфу ты, ёлки-палки. Мы поиграем с зеркалами. Так. Вот я ни разу ничего не угадывал. Тетушка Милдред пишет на зеркале. У неё есть свой уникальный почерк. Теперь тётя Милдред напишет другое слово. Но это также будут делать остальные игроки. Нарисуй слово на зеркале и, возможно, ты проведёшь кого-то, заставив их подумать, что это слово написала тётя Милдред. Начинайте уже писать. Следи внимательно за появляющимися словами и попробуй найти мою тётушку. Столько убедительных слов на выбор. Капец. Теперь напишите слово, которое написала тётя Милдред, или вы умрёте. Введи правильное слово. Настоящая тётя Милдред, пожалуйста, встань. Похоже, тебя не обманулся. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты не особенный. Вы знаете, что это значит. Я живой. Это главное. Здесь можно не набрать много денег, зато набрать много жизни. Главное выжить. А чё тут осталось-то? У нас буквально трое живых, да? Мы прибыли Когда в живых останется лишь один игрок Мы перейдем к финалу Толчок спас, да Следующий вопрос Как на языке жестов мне обозначить смерть? Откуда же я знаю? Время убегает Я самый логичный, самый быстрый выбрал способ Потому что способ жестов должен быть быстрый Вот это Вот я вот себе думал, может быть крест Опять я приехал, блин Ну ладно, вот мы три, как говорится Еще одна игра с кубиками? А, ну да, у меня же типа мания на них Не волнуйтесь, тут все довольно просто Игрок, который выбросит больше всех Отбросит коньки Но у нас есть маленькая интересинка У вас есть дополнительный кубик Который вы можете отдать кому хотите Чтобы у этого игрока было меньше шансов Вы что, издеваетесь? Они все мне знали Вряд ли вам будет полезно то, что я сейчас скажу Но все же, меньше это больше Время бросать Это нечестно С наибольшей суммой Это нечестно Мне 7 кубов впендюрили Я сейчас проиграю в любом случае Говнюки От такого дожидаться хорошего настроения Явно бесполезно Я за спонсорами больше играть не буду Взяли все кубы, мне выдали Двигаемся дальше Как по мне, гениальное решение Сколько спасательных шлюпок было на борту Титаника? Охрен его знает Ноль кто-то кричит Я знаю, что не хватило всем Сколько их там было, я без понятия Время почти вышло Кто выбрал Вот это Я угадал Следуйте за мной Время пожертвований Каждый из вас получает по 500 долларов А вот это интересно На двоих, как они сыграют Игрок с большим количеством денег Сдохнет Но вот подвох Если у кого-то в итоге будет больше 800 долларов Я убью другого игрока Начинаем А когда на двоих играется Правила чуть-чуть изменены, да? Очень интересно Время посмотреть на чеки Опа Обраточка Так много денег Так много боли Много денег Ну что же, у нас есть один победитель Один выживший Остался только один выживший Вы знаете, что это значит Сейчас я буду считать Там действительно зрители вместе с нами бегут или нет У тебя получилось Но сможешь ли ты сбежать? Сейчас я дам первую категорию Где зрители-то? Казненные главы государств Выберите ответ, который подходит под категорию И нажмите «Оп...» Взглянем на правильные ответы Вы продвигаетесь на одну клетку За каждый правильный ответ Ты все ближе к выходу Погоди Ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? О, как наивно Если призрак догонит тебя Он украдет твою жизнь Затем он сможет сбежать от сюда и выиграть А, вот этот вот чубрик? Который звучит для всех Персонажи «Матрицы» Я получил третий вариант Чтобы им было легче догнать тебя Время почти вышло Что за сайфер? Блин, я так давно «Матрицу» смотрел Да, зрители идут действительно Зрители тоже идут Книги из серии «Хроники Нарни» Я не читал Два персонажа, один из которых «Собака» Я сегодня вообще Что-то как-то ничего не понимаю Все кардинально изменилось А меня сейчас тень сожрет Не оглядывайтесь Боитесь темноты? Ну и слава богу Такие вопросы глупые задают Ставят где действуют африканские франки Я зато теперь могу сидеть и расслабляться Время почти вышло Ха! Не, ну после той подставы с семью кубиками Я, я обиделся Еще украденная жизнь Ой, еще минус два Хоть мне всегда есть место Делить или числа 54 Это легко Ох, мне нужны вопросы посложнее Зрители, бегите Я на зрителей буду болеть Города на Волге Волгоград Логично Ха-ха Я вижу, что зрители внизу бегут Там битва, блин, между двумя первыми Сражаются Сюда с парусами Ой, легко Время почти вышло Я ж зазевал сразу Такой Он расслабился Спать захотелось Хм, это было слишком просто Очередная кража жизни Так, и сейчас они будут долбиться в стенку Но это еще не все Если ты хочешь пробиться через этот барьер Тебе понадобится идеальный ответ на этот вопрос И теперь я добавляю третий вариант Я бы первые два выбрал Я бы выиграл Так Так Берегите, зрители Ваш конец близок Персонажи очень странных дел А это я вообще не знаю, что это такое Это сериал какой-то? Опа Все, серенький выиграл Пепер 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 Поживляю тебя Да Зашел Взорвал А дом остался Ха-ха Ха-ха Вот так вот Да Горит Это сериал Я первый раз услышал о таком сериале существовании Поэтому я бы на этот вопрос не ответил бы А ведь Пепер, видать, смотрел Раз правильно ответил Хотя, может быть, он просто наугад жахнул Я тоже наугад жахал бы Сериал один сезон Один сезон вышел только, да? А, это по мотиву А, это игра по мотиву фильма Фильма пила Ну, типа того, да Три сезона уже вышло Окей Ладно Что-то как-то я совсем подсдулся В Во втором заходе Ну, меня сильно подкосило вот это вот предательство С семью кубиками, честно Я прям Печаль Одолела меня Я теперь злобу буду держать на этих засранцев Все, ладно Спасибо за внимание Это была Смертельная вечеринка 2 Надеюсь, вам нравится Мы опять нашли еще новые игры Они тут бесконечно Видать, в этой игре новые появляются И это клево Лайк ставьте В описании Слушайте на плейлист На группу ВКонтакте Берите с друзьями Довольте в плейлисты Пишите комментарии До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok